Как говорят люди, что работа занимает всё отведённое на неё время. И сегодня для того, чтобы отведённое время было равно тому времени, которое мы действительно запланировали, у нас есть специальный эксперт, хронометрист. И я приглашаю на эту сцену Наталью Кондо с представлением её роли в сегодняшней встрече. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, наши гости! Сегодня я хронометрист, и это моя любимая роль. Я очень люблю быть везде вовремя, и всякий раз это вовремя проходит по-разному. Например, сегодня, если вспоминать о работе, моё вовремя началось в 8.15, когда я бежала в припрыжку туда с взглядом. Нет, меня никто не останавливал, кроме вертушки на входе, потому что она не успела провернуться. И, наверное, для вертушки тоже может быть какое-то своё вовремя, для того, чтобы пускать потоки счастливых и не очень людей в разные рабочие здания. А сегодня такой вертушкой для наших выступающих буду я. Что это значит? Я буду тем самым человеком, который поможет показать, что речь подошла к своему логическому таймингу. Когда у выступающих выйдет своё время, выйдет время по минимуму моих выступлений, для некоторых речей это 4 минуты, для двух речей это 5 минут, я покажу зелёную карточку. Это значит, что спикеру нужно потихонечку завершать свою речь. Когда время на сцене у спикера достигнет 4,5-5,5 минут, я покажу жёлтую карточку. И когда время выйдет и со сцены нужно будет совсем уходить, я покажу красную карточку. Пусть сегодняшние ваши выступления будут как-то очень хорошо работающей вертушкой, и у нас не будет штрафов. Всем спасибо. Наталья, спасибо. Как бы то ни было, было ли это так, как у Натальи, которая в перепрыжку идёт к работе, или наоборот, ваша работа не позволяет вам бежать на неё в перепрыжку. Вот в первом случае вам, наверное, чтобы быть на любимой работе, нужно сказать «нет» чему-то ещё, а во втором случае сказать «нет» может быть и в контексте своей любимой работы. В любом случае слова «нет» нужно говорить ясно и без каких-то там дополнительных призвуков, иначе, ну может быть, люди не поймут, и ваша какая-то непонятная ситуация продолжится. И научиться говорить чётко, ясно, без лишних вредных звуков, которые мешают вашим словам достигнуть своей цели. В сегодняшней встрече у нас есть специальная роль по чистоте речи, и я приглашаю на эту сцену эксперта Артура Макиспичева. Сегодня мы говорим о любимой работе. Вы знаете, у меня на моей любимой работе есть один коллега. Он человек с большим опытом, интересный, с интересной историей, даже кандидат на УК, по-моему, и он любит говорить о своей работе в том числе. Но когда он начинает об этом говорить, его очень сложно слушать, потому что в его речи полно всяких слов вроде «как бы», «значит», «ну вот», «в этом вот». Через какое-то время я обнаружил, с большим сожалению, что воспринимаю его как зануду. Достаточно интересного человека с хорошей историей, с богатым опытом. Он мне кажется скучным и занудным. Вот чтобы такого с вами не происходило на вашей любимой работе, у нас в клубе есть специальная роль, эксперты по частоте речи. Это я сегодня. Я буду следить за вашей речью, буду наблюдать внимательно, какие вы слова потребляете. И если буду замечать, что вы говорите какие-то слова-паразиты, и «а», «ну», «вот», и подобные, я буду отмечать, и в конце встречи дам вам какую-то обратную связь, чтобы вы развивались, и чтобы хотя бы о любимой работе вы могли говорить свободно, легко и интересно. Всем хорошей встречи, друзья! Артур. Спасибо, Артур. Мы продвигаемся по нашей предварительной программе. Когда я узнал тему сегодняшней встречи, конечно, во мне возникла буря каких-то воспоминаний и эмоционального отклика. И на эмоциональную тему всегда очень сложно говорить правильно. И сегодня у нас есть человек, который поможет нам получить обратную связь, корректироваться, вообще научиться говорить более правильно и правильными словами в разных сложных жизненных ситуациях, в том числе и в этой. Я приглашаю на сцену нашего эксперта по грамматике и слову дня, Михаил Харитонов. Сегодня я выступаю как эксперт по грамматике и эксперт по слову дня. Пожалуй, с него я начну. Я выбрал словом дня софистику, увидев описание сегодняшней встречи. Софистика — это вообще тот факт, когда логическая цепочка обоснований чего-то прерывается из-за нечеткости, из-за слишком большой сложности, из-за подтасовки фактов. И в описании встречи, как бы, понятно, что это сделано для красоты и для краткости, написана, как бы, тема «любимая работа». Написано, что 73% людей по опросу «довольны работой». «Довольны» — это счастливо или нет. 58% удовлетворены работой. «Довольны» — это счастливо, это «довольны». Как это? И давайте надеяться, что сегодня мы не... И на всех встречах клуба мы не будем, как бы, скатываться в софистику. Вот. Что касается грамматики, Виссарион Григорьевич Беринский говорил, что грамматика не дает правила языку, но извлекает правила из языка. И мне хотелось бы, что грамматика для вас была тоже любимой, чтобы вы умели ей пользоваться так, как вам нравится, не были бы скованы какими-то слишком сильными правилами и выбирали тот стиль, который больше всего вас отражает. И я помогу вам в этом. Я буду отмечать те случаи, когда вы правильно используете язык, когда вы его используете неправильно, когда возникают какие-то вопросы к вам. Спасибо. Спасибо. Итак, дорогие друзья, мы приближаемся к представлению следующей роли. Фухмастером сегодняшней встречи является кто-то с красным лицом и не очень добродушной улыбкой. И поэтому я приглашаю президента нашего... А, Екатерина! Планы поменялись. Красное лицо было задумано для Кирилла, поэтому для Екатерины мы в следующий раз делаем другое лицо. Прошу, пожалуйста. Сегодня я не с красным лицом и в очень даже хорошем настроении и с удовольствием шла на свою работу, примерно как девушка в твоем примере, практически припрыжку. И сегодня мне досталась совершенно неожиданно роль ухмастера или эксперта по активному слушанию. Что такое активное слушание? Это, на самом деле, необходимый навык в жизни, потому что достаточно часто мы слушаем собеседника, но почему-то не слышим. И, собственно, моя роль заключается в том, чтобы выискивать интересные места в выступлениях каждого из тех, кто был на этой сцене, а потом, в конце встречи, задавать вам кадрзные вопросы, на которые вы, тем не менее, я надеюсь, ответите. И за правильные ответы вы будете получать сладкие призы. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...